Друзья, всем привет! Вчера мы ночью работали вместе в Булочной, в ночную смену со своим коллегой, который по происхождению француз. И он очень любит, очень подсел на русскую культуру, очень любит слушать русское радио. Там и Дима Белан, и Лепс, и Жанна Фриске, и Блестящий, и всё подряд. Ну да, вот вся наша любимая, в принципе, музыка. И в какой-то момент там, значит, был гороскоп, весы, близнецы, стрельцы. Я за это всё с удовольствием тоже слушал. И потом, значит, новости, и говорят, что, ну что, друзья, возрадуйтесь. Наконец-то мы можем вам представить победителя, которого отобрала Россия на международный конкурс Евровидения 2021. Это певица Манижа. Ну я такой, знаете, настроил слух, думаю, так, кто же там, кого же там назовут? Певица Манижа. Я такой про себя думаю, кто, что. Значит, певица Манижа татарского, ой, извините меня, таджикского происхождения из Таджикистана. И она будет петь песню про русских женщин. Ну это всё в процессе работы. Я там сам делаю булочки, слушаю это и думаю, так, певица из Таджикистана, певица Манижа Сангаль, которая будет петь про русских женщин, что-то ещё думаю, так, ну как-то всё это интересно, а почему она за Россию выступает, а что у нас своих певцов нету, а кто она такая вообще? Вот знаете, ну самый первый вопрос, кто это такая? И вот я, знаете, с нетерпением ждал окончания нашей рабочей, рабочего дня, что прийти уже домой, зайти в интернет и почитать, кто же такая Манижа, какую же она песню будет петь и вообще какая у неё история. Вы знаете, когда я начал читать вообще интервью с ней различные, потом смотреть блогеров, как она себя вообще называет изначально? То есть она называет себя, что она недославянка и недотаджичка. То есть, вы знаете, вот эти слова, они как-то мне очень сильно резанули и зрение, и слов. Как можно вообще быть недославянкой, когда ты, ну вообще как бы, да, представитель страны Таджикистан? То есть ты уже изначально как бы, да, ну у тебя там национальность таджик, таджичка, да? Вот, и что в этом плохого называть себя таджичка, даже если ты живёшь в России? Это то же самое, знаете, если я, находясь в Европе или находясь в данный момент в Швейцарии, буду говорить, блин, мне так сложно живётся в Швейцарии, я какой-то недошвейцарец. Да я никогда в жизни так не скажу, я никогда, никогда даже так не подумаю. Я всегда с гордо поднятой головой, и каждому, кто ко мне входит и спрашивает, какой-то у вас интересный акцент, вы откуда? Я говорю, я из России. И люди либо агрессивно начинают потом общаться, либо, ну как бы говорят, о, Россия, классно там, да? То есть у каждого тоже своё мнение по поводу этого. И я думаю, зачем тут стесняться и говорить, что она недославянка, но это понятное дело, что она не может быть в полном смысле этого славянкой. В общем, ладно, это разговор не об этом, но это, знаете, тоже какая-то вот тонкая грань, которую как-то вот можно было бы обойти, и не стоило бы в интервью говорить вот об этом. И я потом дальше начал смотреть разных блогеров, сравнивать мнения, вообще, вот знаете, как бы, ну, собирать такую вот информацию от всех, кто что думает, читать комментарии. И, наверное, 98% они негативные. Во-первых, негативные, потому что людям очень не понравилась песня. Песня как бы совершенно не красит нашу русскую культуру, которую нужно представлять на Евровидении. И песня не блещет особым смыслом, пища не блещет особыми какими-то стихотворными там заворотами, да. И, ну, в общем, ничего в этой песне нету. Кто хочет послушать песню, пожалуйста, можете перейти в мой телеграм, ссылочка в описании, там я разместил эту песню, и мы можем там с вами обсудить еще именно в контексте песни все это. И вы знаете, вот в прошлом году, в прошлом году должна была ехать группа Little Big. Я к этой группе тоже отношусь, знаете, ну, вот с таким как бы двояким чувством. С одной стороны, я очень восхищен, я реально восхищен людьми, которые сделали себя сами и подняли себя сами просто на просторах интернета. Ну, то есть мне как блогеру, мне как музыканту это очень приятно, да, что не просто за деньги или не просто там переспать с каким-то продюсером, как обычно это делается, а вот люди сами начали создавать свое творчество. Это творчество начало нравиться людям, их начали смотреть, их клипы по-своему интересны, уникальны, где-то, конечно, как это называется, провоцирующие, где-то там бесцельные. Не всем, не все их поймут, не всем они понравятся, но тем не менее, вот стоит как бы дань такую небольшое уважение отдать, что люди реально сделали себя сами и сами достигли определенных высот и даже вот должны были участвовать в прошлом году на Евровидении. Причем песню, которую они должны были петь в прошлом году, до сих пор она там где-то в топах вот этих песен Евровидения и вообще набирают огромные миллионы просмотров на Ютубе. Это нонсенс на русскоговорящем, на русскоговорящей платформе, чтобы были такие огромные миллионы просмотров. То есть их реально любят люди везде, не только в Европе, но и в Америке, в России и в Азии. Вот, ну вот, но с другой стороны, когда вот они должны были представлять Россию на Евровидении, я как-то думал, ну неужели нету у нас каких-то певцов, которые реально могут взять и представить Россию. Ну те же самые вот ребята, которые участвуют в «Голосе», те же ребята, которые участвовали там в «Народных артистах», «Стань звездой», ведь их очень много до сих пор, людей, которые до сих пор не востребованы. Ну тот же вот самый, например, Александр Панайотов, я его очень люблю, еще с первого проекта «Народный артист». Ой, «Стань звездой», он первый раз осветился на проекте «Стань звездой». Отличный певец, до сих пор он очень классный певец, и, ну, знаете, превзойти его не каждому дано. Ну, например, тот же самый Лепс, например, та же самая Марина Девятого, Пелагея. Ну сколько у нас еще таких вот классных, хороших музыкантов, которые реально могут показать какую-то вот русскую душу, не знаю, открытость, фольклор, да, русский, если мы хотим именно вот в этом плане показать свою Россию с хорошей стороны. Но почему-то последние года, начиная с 2014 года, когда у нас победительницей, или победителем, я не знаю, как это сказать, стала Кончита Вуршт, Кончита Сосиска, да, или как ее называют. Это, помните, бородатая женщина. И я, знаете, специально посмотрел некую вырезку, значит, вообще историю почитал Евровидение, чтобы напомнить и вам, и себе. И, значит, примерную параллель провел, когда, знаете, началось вот этот беспредел в музыке, по сути, навязывание дурацких ценностей именно в музыке. И смотрите, значит, само Евровидение стартовало в 1956 году, сейчас это уже, по-моему, 67-й конкурс, или 68-й получается. И мы не будем, конечно, всех-всех-всех исполнительные перечислять, но, например, возьмем 1974 год. От Швеции, извините, выступала группа Абба. То есть она вот потом задала вот этот, знаете, как она называется, она задала вот этот потом культуру в музыке. Да, помните, потом Абба, потом пошли другие группы, другие. И все это, в принципе, там вонеем пошли. То есть все вот такое, знаете, ну, хорошая популярная музыка, которую до сих пор многие любят и до сих пор многие слушают. Потом в 1988 году от Швейцарии выступала певица Селин Дион. Ну, вот вы можете просто сравнить, да, вот прочувствовать сейчас вот эту мощь, энергетику и мастерство исполнения Селин Дион, кто она такая, да. И вот вспомните последние года, кто участвовал в Евровидении в последние года. В 1990 году от Италии выступал Тото Кутуньо, да, вот такие, ну, просто мэтры, эстрады. Значит, потом от 1998 году от Израиля выступала Дана Интернешнл. Помните песня Дива Мария, Дива Виктория, Афродита. Так, значит, потом от Эстонии так-так-так. 2004 год. Украина, певица Руслана. Я очень прекрасно помню эту исполнительницу. 2004 год. Это был, знаете, такой прям прорыв и была реально классная песня. Она вот такая, в принципе, знаете, вот почему я вам привожу сейчас пример. Я хочу просто, во-первых, понять, да, когда началась вот эта вот перестройка музыки вообще во всем мире. Потому что, по сути, Евровидение очень сильно задает некий тон потом музыкальному вообще индустрии. И вот когда Руслана вышла, она действительно немного поменяла вот этот, знаете, по характеру, по подаче, по одежде, по движениям. И потом, после нее очень много было подобной музыки. Вот такой энергичный. Извините, если я неправильно напел. Если что, напишите в комментариях, как правильно. Вот. Потом, значит, от Финляндии. А, и вот что я хочу сказать. И вот песня «Манижи» немного чем-то по интонациям, по, не знаю, вот этим фольклорным каким-то вставкам, по фольклорным вставкам в эстрадной обработке, очень похожа на Руслану. Вот переслушайте Руслану и послушайте вот эту вот «Манижу». Чем-то они похожи. И мне кажется, ну, Россия таким образом хочет, может быть, повторить прошлый опыт. Вот. Но, забегая вперед, наверное, я все-таки скажу, что вряд ли Россию что-то в этом году ждет позитивное. Вот с этим исполнителем, с этой подачей и вообще с этой концепцией музыки, о которой сейчас мы поговорим дальше. Значит, в 2006 году от Финляндии выступали группа «Лорди». Помните, они пели, это первая в истории Евровидения была группа, которая пришла с хард-роком. И они пели там «Хард-рок», «Hallelujah». Очень классная была группа. Я помню, в 2006 мы просто тащились от того, что они вот в этих масках пришли, как они все, эта подача была. Ну, это просто был, знаете, такой прорыв. И действительно, они очень, ну, их просто очень полюбили. Хотя, опять же, не всем нравится этот хард-рок, да, не все могут принять это. Но для Евровидения, я считаю, что это было такое, знаете, прям какой-то глоток нового воздуха и что-то новенькое. И они, я считаю, свою победу получили именно достойно. В 2008 году, помните, участвовал Дима Билан, и он занял первое место с песней «Believe Me». Ну, честно сказать, честно сказать, песня была классная. Номер был отличный, когда они там катались на льду. То есть, опять же, такая, знаете, хорошая, популярная, интересная музыка, которую можно слушать и за рубежом, и в России. В общем, всем она зайдет, да, очень классная песня. И в 2009 году, помните, наш русский соотечественник Александр Рыбак выступал от Норвегии. Он пел песню «Fairytale». Вот. И все. И, в общем, потом пошли уже, я не помню, какие тут написаны, конечно, исполнители. Там Лорин, Эмили де Форест. Я не помню таких исполнителей. Не все года я следил за Евровидением. Но, 2014 год. Австрия. Кончита. Вуршт. Значит, с Кончитой Вуршт, мне кажется, пошла какая-то муть в Евровидении. И после этого, знаете, вообще в мире произошла какая-то оценка цен, переоценка ценностей. Если до этого было, ну вот во всем мире, да, но в России до сих пор, конечно, это в России до сих пор сохраняется. Если ты, например, там не так мыслишь, не такой ориентации, это как-то немного осуждается. Да, все равно. Но после 2014 года это стало нормой. И даже в России, ну, если ты там считаешь себя женщиной, ну, будь женщиной, да, там, если девушка считает, что она мужчина и готова там пол сменить, ну, ну, что, значит, это больной человек, да, вот надо ему это как-то поддержать. Ну, то есть, как бы, вот знаете, сейчас это перестало быть каким-то позором, это теперь норма считается. И это вот в наши головы постоянно вбивается, вбивается, что вот это норма, вы должны быть нормой. Если хотите пол сменить, пожалуйста, отрезайте, пришивайте, наоборот, там, что хотите делайте, никто вас за это не осудит. А в Европе это вообще. А в Америке это вообще. Сейчас, да, вот дети рождаются, им даже не присоединяют пол, вы не девочка, не малочек, вы нечто. А, пожалуйста, потом, вот когда будете подрастать, вы скажете, вы девочка или мальчик, и мы вам там, если что, отчикаем. Вы должны в душе это чувствовать. В общем, я этого, честно сказать, пока не понимаю, я это не могу принять, я впитан по-другому. Если ты мужик, то ты мужик. Если ты женщина, ты ласковая, нежная, добрая, красивая, хорошая, рыбка, птичка, одуванчик, нежное существо. То есть я вот женщину вижу так, я женщину хочу чувствовать так, вот именно, знаете, хозяйка очага, домашняя, хорошая женщина, которая, если хочет, конечно, если у нее есть желание поработать, пожалуйста, дорогая работа, но, пожалуйста, моя семья, да, вот я хочу, чтобы я приходил, и ты вот меня там встречала, и я готов для тебя буду все делать. Понимаете, ну вот это вот мое субъективное мнение, я вот мыслю так, я вот так вот вижу женщин, воспринимаю женщину внутренне так, я обожаю женщину за то, что она хрупкая, нежная, приятное, красивое создание, с которым приятно находиться. Вот, сейчас я вам расскажу просто, к чему я все это вообще подвожу. Ну, в общем, с Кончита в ушд пошло Швеция, Украина, Португалия, значит, и вот эти вот последние там, помните, пошли уже фрики, то есть там какие-то последние годы, это были годы фриков на Евровидении, и вот эту вот волну начали ловить, а по сути, как бы, да, вот, ну, если честно сказать, то, ну, группа Little Big, я ничего плохого как бы не хочу сказать, да, потому что я уже высказал свое уважение этим ребятам, но все равно они, как бы, все равно позиционируют себя как фрик-группа, у них там вот девочка Лили Путик была, да, которая, к сожалению, недавно умерла в своей квартире, сами они ведут себя как фрики, музыка чуть-чуть такая фриковая, да, то есть это, как бы, не обсуждение их в плохом плане, а я хочу сказать, что, ну, вот, они, как бы, ну, фрики, в прекрасном смысле этого слова, да, и вот сам сейчас вот конкурс Евровидения, он как-то перерастает, знаете, вот, вспомнил, Тота Кутунья, Селин Дион, даже Дима Билана, Николая Рыбака, Александра Рыбака, и вот что сейчас, да, вот, если посмотреть и сравнить, то сейчас эта музыка очень сложно назвать, и, понимаете, вот, Россия, между того, чтобы, я, опять же, сейчас никого не пропагандирую, да, никого не рекламирую, но вот, чтобы выделиться, да, вот, Россия, и показать красоту, какую-то, вот, знаете, чистоту, какую-то прелесть русского языка, если вы хотите на русском петь, русского исполнителя, то есть, как я говорю, что, вот, например, русская женщина, да, вот, знаете, вот, меня вызывает эстетическое удовольствие, вот, когда иногда, вот, там, фотографии смотришь, или какие-то видео, например, помните, вот, Даша Волосевич пела песню, там, небославян, да, или, там, Марина Девятова, Пелагея, даже не беря их, вот, смотришь, например, на русскую, там, молодую девушку или женщину, когда они фотографируются в русских нарядах, да, это платочек, глазки, лицо, наливные яблочки, губки, там, да, все эти щечки, и ты смотришь, вот, реально, вот, тебе, вот, ты чувствуешь, что тут энергетику, красоты и какой-то души русской, русской женщины, вот, русского прекрасного пола, я вот, недавно всех, когда поздравлял с 8 марта, я вот, ну, как бы, женщину, вот, вот так, понимаете, позиционирую, это для меня богиня, и ты на нее смотришь, и вот у тебя вот так вот сердце раскрывается, и когда, я, например, в России или участвовал в разных выставках, когда вот женщины приходят, у них, там, платье, да, какое-то красивое, фигура подчеркнута, это так классно, это так приятно, это так вот тебя вдохновляет, а в Европе, к сожалению, ценности немного поменялись, то есть, тут женщины стараются быть как мужчины, сейчас вы знаете, в России очень, ой, не в России, вот в Швейцарии конкретно, очень принято, ну, у женщин, во-первых, короткие стрижки, и вот у них сейчас мода какая-то, вот они носят такие большие куртки дутые, то есть, она идет, худенькая девочка, а у нее вот такая вот большая куртка, ну, как мужская, знаете, такая, как фуфайка, какие-то штаны, которые висят, непонятные резиновые, там, какие-то галуши, это, по крайней мере, вот у нас в городе так ходят, я не знаю, может быть, там в Цурихе, или в других больших городах, там больше ходят брендовых вещах, а вот в нашем городе, как-то, знаете, вот ты смотришь, ну, бомжи, вот в России, вот бомжиха вот идет, извините меня, на помойке, вот у нее какая-то фуфайка, и грязные галуши, вот тут ходят так женщины, то есть, не вызывает вообще никакого эстетического удовольствия, когда ты смотришь, когда ко мне заходят женщины в булочную, ну, в течение дня ко мне заходят от 200, там, до 300 человек, да, мужчины, женщины, дети, бабушки, и бабушки до сих пор, они бывают, там, заходят в украшения, какие-то красивые у них, ну, еще старая гвардия, да, там, бабушка, мы, которая уже за 80 лет, они еще такие, знаете, француженки, там, такие, там, в беретике могут зайти, там, волосы, там, то и все, а вот молодежь, она вот это вот заходит, либо до попка, вот такие майки, как у нас девчонки ходили в девятом классе в 90-е годы, у нас, почему-то, очень похоже на русскую моду вот из моей школы, либо вот эти вот ботинки на каблуках, на платформе, такие, знаете, все бесформенное, штаны бесформенные, все это, я вот стою в булочной, я думаю, когда же зайдет красавица, и вот, кстати, помните, у меня недавно был эфир из булочной, и зашла девушка один раз в таком уже весеннем платье в белом, и я ей говорю, Жень, девушка, вы такая красивая, вот своей клиенткой, то есть я ее первый раз вижу, она говорит, что, что такое, я говорю, у вас вот так красиво выглядеть, я вот просто хотел ей это сказать на французском, я говорю, мадам, вы сет трейбель, вы мне даете удовольствие для моих глаз, то есть я говорю, вы мне даете удовольствие для моих глаз, и она так засмущалась, закраснела, то есть как бы в Швейцарии не принято, чтобы какой-то там посторонний мужчина делал вам комплименты, это могут тебя еще потом за это и осудить, и посадить, если ты вот в автобусе подашь, ручку женщине, то незнакомой, ну как бы, ты выходишь с автобуса, женщина, видишь, она с сумками, ты начинаешь подавать руку, она скажет, не лезьте ко мне, вы хотите применить ко мне, что, сексуальное насилие, что ли, это что, харассмент, и вот так вот я пару раз попробовал как-то с женщинами, вот так вот познакомиться, пообщаться, и понял, что, ну, как бы это вообще тут не принято, тут обычно знакомятся в компаниях, если тебя кто-то с кем-то познакомил, вот так что, а если ты просто с кем-то заговоришь, могут еще это, приплести, что ты какой-то маньяк, хочешь к ней прискипаться, так вот, что я хочу сказать, своим спичем, таким долгим, да, то есть мы дискутируем сейчас про период с манижем, но говорим о комплексе, что происходит в Европе, в США, и вообще в остальном мире, я хочу сказать, что женщины в России, самые красивые, в Белоруссии, в Украине, на постсоветском пространстве, самые красивые женщины, самые нежные женщины, самые прекрасные женщины, но я имею ввиду тех женщин, которые, знаете, не поддались влиянию инстасамки, не поддались влиянию вот таким вот развратным всяким гадостям, которые им пропагандируют, а вот именно женщинам, которые реально имеют хорошее воспитание, хороших родителей, и которым реально привили вот эту вот любовь к красоте, к мужчине, и вообще к жизни. И я хочу вам сказать, что русские женщины, пожалуйста, вам будут вот навязывать вот эту всю дрянь, вот эту всю гадость, показывать, что кончитывая в Урс, это хорошо, что вы можете там в любой момент пришить себе что-то, но я вот вам просто хочу сказать, оставайтесь до последнего, потому что это будет последний удар по России, когда ее просто уничтожат, и вот эти вот ценности наши уйдут, понимаете? Вот как бы я вот это хочу подать, и что я хочу сказать здесь. В общем, с 2014 года мы это все выяснили, и я, значит, посмотрел вот это вот выступление Манижи на Евровидении. Я еще раз говорю, в Телеграм мой зайдите, посмотрите полностью это видео. Значит, что я там увидел? Я увидел девушку, ну, наверное, говорить о том, что она не русская, будет некорректно, то есть, от Таджикистана раньше это было советское пространство, она считает возможность себя русским человеком, хотя она как бы, ну, проживала, да, в Таджикистане. Но одно то, что она вот говорит, что я не до славянка, и я не до таджичка, как-то это, вот знаете, уже, ну, по крайней мере странно. Ну, ладно, давайте не будем, например, если принимать во внимание вот эти вот всякие вещи национальности, хорошо, она выступает за Россию, она поет русскую песню, но все равно, знаете, у меня вот возникает какой-то когнитивный диссонанс, что выходит она на сцену, и если ты поешь русскую песню про русскую женщину, и там такой русский текст, сейчас я его зачитаю вам и разберу, ну, тогда оставайся русской женщиной до конца. А одежда, манера поведения и вообще подача, как мне показалось, и вот многие люди уже в комментариях я заметил высказываются, они говорят, что идет как будто какой-то степ вот над этой русской красотой, то есть представьте, да, вот себе русскую, вот эту девочку-красавицу, которая вот с белыми волосами, да, вот она в платочке таком красивом, она просто вот такая светится чистотой, и костюм маниже, я не знаю, может быть, конечно, в предварительном голосовании она была вот в таком костюме, а будет представать на самом конкурсе в другом, но было бы, наверное, прекрасней и лучше, если бы она вышла в таком фольклорном, русском, ну, может быть, немного измененном под современность костюмы, а она вышла в красной робе, в красной робе, в которой тетеньки, которые осужденные в Америке, отбывают срок, это, знаете, какая-то отсылка к американщине, то есть таджикская женщина, еще раз я говорю, я не обижаю нации, я очень люблю таджики, узбеки, казахи, да, я очень люблю все нации, но просто понимаете, это то же самое, что вот, да, белокурая блондинка оденет какой-нибудь наряд мусульманский, не являясь мусульманкой, да, и выйдет в их стране, будет петь и говорить, что я не домусульманка, ну, вот просто поймите, да, вот логику и зачем вот это делать. В общем, она выходит в этой красной робе, на красной, значит, робе сзади написано, типа, Russian woman, и на голове у нее какой-то платок, и вы знаете, вот этот платок у меня ассоциируется с американскими афро-негро-американскими женщинами, такими большими, полными, которые, вот знаете, вот этот платок надевают, помните, даже еще в фильме Тома Джерри, там нянечка, вот эта бабушка у них ходила, все вот в этом платке, она как раз была афро-американка, и вы знаете, я не понимаю, что это за наряд, то есть, я еще раз говорю, когда пропагандируешь русскую женщину, которая сильная, красивая, мощная, энергетически, я не говорю, что она прям там, но энергетически сильная, и она возбуждает, и она заставляет любить, она женственная, она нежная, на нее смотришь, у тебя прям вот, ну, радость в глазах, у меня, знаете, такая ситуация была, значит, я на 8 марта ребенка отвожу в музыкальную школу, в машину, значит, подхожу к машине, и слышу русские голоса, идут две женщины, и они обсуждают, такие, ну, что там, шампусика пойдем, сейчас пойдем отмечать, 8 марта, туда-сюда, я слушаю эти русские голоса, поворачиваюсь, ну, идут две женщины, лет по 40, но сразу видно, что это русскоговорящие, я не знаю, они может быть с Украины, может быть с Белоруссии, может быть из России, там, с региона, сразу видно, что вот эти славянские женщины, красотки, во-первых, одеты, да, красиво, а у одной какой-то был там костюм, то есть там юбка, и типа пиджачка, видимо, откуда-то с офиса шли, а другая уже в таком прям, как сказать, сарафанчик был летний, у нас уже плюс-минус там 10-12 градусов, еще местные ходят все в этих пуховиках, у нас уже девушка идет на каблуках, сарафани цветастым, с подсолнухами, я говорю, девчата, поздравляю вас с праздником, с 8 марта, я говорю, так рад, что вот услышат русскую речь от души, я говорю, оставайтесь всегда такими же прекрасными, женственными и красивыми женщинами, а они так, как бы сначала не поняли, что я им говорю, на каком языке, они говорят, а, русский язык, а потом говорят, а, Иван, это же вы, то есть они, видимо, а, вы же вот там на ютубе про Швейцарию рассказываете, ой, благодарим, все, все, мы пошли отмечать, и я говорю, я вот просто в восторге от вас, ну, просто мне хотелось, знаете, вот у меня первое, как сказать, первые слова, которые вырвались, и, кстати, я их увидел после моего поздравления, вот с 8 марта, милых женщин, то есть буквально прошло там 5 минут, я говорю, вот это вот эстетическое удовольствие, поэтому все мужики, которые живут в России, реально вы богатые ребята, вы богатые тем, что вы можете наблюдать вот эту красоту у себя, потому что ко мне в булочную заходит, женщина, эй, эй, булочку, дай мне, эй, эй, а я не понимаю, кто это, женщина или мужчина, она вот с таким ежиком, там, да, такая, эй, 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 а потом стоит, значит, другая женщина рядом, и она говорит, о, привет, там, она, о, о, я тебя не узнала, я в маске, она говорит, о, я тебя тоже не узнала, я думал, ты там другой, хер там какой-нибудь, там, хер о Штархазе, она говорит, не, не, я Сильвия, там, туда-сюда, я думаю, да, ну, нравы у людей, и сегодня парень заходит, пацан, в общем, у нас есть клиенты, мужчина, женщина, женщина постоянно с собакой гуляет, она архитектор, а мужчина, он, значит, учитель, и у них пацанчик был, которого я вот пять лет уже булочной занимаюсь, он там прибегал еще, когда ему было, может быть, восемь лет, сейчас уже там лет тринадцать, уже такой переходный возраст, красивый, симпатичный пацан, растет такой прям суперский, ну, вот именно такой симпотный, и сегодня заходит, он что-то булочку покупал, и дает деньги мне, а я смотрю, у него ногти накрашенные, а я, знаете, иногда вот так вот беру на себя функцию, такой воспитатель, если там ребенок заходит, не здоровается, или там не говорит, спасибо, пожалуйста, я говорю, так, почему там не поздоровался, когда заходишь, заходи, здравствуйте, говорите, ты там уходишь, мерси, говорю, до свидания, и вот многие ребята, вот так вот воспитываю, потому что местные, их родители никогда, вот им не скажут, скажи привет, или скажи, до свидания, я говорю, так, почему не здороваемся, заходишь, я же говорю тебе, бонжуры, ты мне скажешь, и я иногда вот такую функцию беру, воспитываю швейцарских детей, вот так вот, знаете, держать их, чтобы они не, или заходят, они не знают, чтобы я говорю, так, давай, быстренько, так, так, быстро, давай, бам-бам, и вот их это подстегивает, им вот это нужно, знаете, вот, извините меня, вставить, юлей, и значит, этот парень заходит, мне вот так вот деньги дают, а у него ногти накрашены, я говорю, так, это что такое, я говорю, ты кого, Моргенштерна, что ли, слушаешь, а потому что ногти черным накрашены, ну, а так парень обычно, там, стрижечка все, говорит, да, мне нравится, вот, Russian Music, Моргенштерн, это ж немецкое название, утренняя звезда, я говорю, ты нормальный вообще, ты что слушаешь, он говорит, ну, а что, это сейчас в тренде, это сейчас модно, я говорю, ну, а зачем ты, говорю, ему подражаешь, ты же понимаешь, что он пропагандирует, какие ценности, и мы с ним пообщались, я ему, в общем, объяснил, он говорит, да, я больше так не буду, я говорю, понимаешь, потому что сейчас ты будешь ногти красить, завтра ты будешь другие себе места красить, а через два года ты скажешь, что ты вообще там, женщина года, и пойдешь себе отрезать одно место, он говорит, ну, да, да, я понимаю все, я понял, ну, в общем, посмотрим теперь в следующий раз, так что, я говорю, вот эти вот ценности, понимаете, через призму, Евровидение, вот этой музыки, которая у нас сейчас есть, они навязываются нашему обществу, нашим женщинам, нашим детям, и мне бы очень не хотелось, чтобы Россия, вот, знаете, деградировала за счет музыки, за счет творчества, все ниже, 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 и падала вот в бездну, в которой уже находится, к сожалению, Европа, и теперь, наверное, самое главное, давайте я разберу вам текст, и еще раз хочу сказать, да, что вот эта женщина, она не показала всю сущность, всю силу, и всю энергетику русской женщины, если она называет себя русская женщина, и поет песню про русскую женщину, но выделись ты из вот этой вот толпы, вот знаете, нас реально всех готовят в рабский концлагерь, как я считаю, знаете, когда все будут вот в этих робах ходить, у всех будет написано там, Russian женщин, German женщин, там еще что-то, American женщин, и вот все будут в красных, синих робах, там, зеленых ходить, и вот женщина в одних робах, мужчина в других, у всех будет там вот эти карточки, чипы и так далее, и вот это будет нормально, к этому нас готовят, понимаете, и нет бы вот русским нашим там, Ernst, Axiuta сказать, блин, да пошли вы там в задницу, да, не хотим мы быть в трендах Евровидения, не хотим мы петь то, что вы нам навязываете, мы придем, возьмем нашу красавицу, которая такая вот выйдет, понимаете, и посмотря на нее, ты уже энергетикой наполнишься, за нее все проголосуют, не хотят, вот, хотят показывать нам, вот таких женщин, которые, знаете, не несут никакой в себе смысловой нагрузки, но это, как бы, очень сложный момент, но опять же, как я себе считаю, да, очень главный критерий и очень главный признак, когда от страны едет еще более-менее известная личность или более-менее известный музыкант, ну, например, если посмотреть, вот, на YouTube канал, зайти Манижа, да, вот, набрать Манижа, ее выходит канал, у нее утром было 90 тысяч подписчиков, сейчас 92, но это очень маленькая, как бы, аудитория, да, должно быть у такого исполнителя, который куда-то едет, он должен уже быть, по крайней мере, известен, хотя бы, в России, за ее пределами, но вот, кто будет за Манижу голосовать в других странах, вот, я бы никогда в жизни не услышал и не узнал и, наверное, бы даже не отправил бы свою смс, даже, чтобы поддержать Россию, ну, понимаете, я не считаю, что я поддерживаю Россию, голосуя за Манижа, вот, ну, я вот по-честному хочу сказать, у меня диссонанс, я понимаю, может быть, сейчас жителям Таджикистана будет обидно, но у вас есть свои исполнители, которые за вашу страну могут выступать, у нас есть свои исполнители, тут, как бы, я не хочу какую-то рознь навевать, да, но просто вот есть некие понятия, и я думаю, что вы будете со мной тоже солидарны, если то же самое, вот, поставьте нас на свое место, если приедет какая-нибудь, вот, наша русскоговорящая женщина и скажет, я буду петь таджикскую песню с таджикскими мотивами о таджикских женщинах, о их сложной судьбе, а будет белокурая блондинка танцевать и петь какая-то таджикская сложная судьба у таджикской женщины, понимаете, вот, вот к чему я хочу вас подвести, или, например, как уже там один блогер приводил пример, если, например, в 30-е годы бы отправить куда-нибудь в Германию, да, русскую женщину и петь, какие у вас в Германии хорошие ваши, значит, руководители, да, а помните, кто руководителем был до 41-го года и кто начал всю эту ужасную войну, представляете, какое-то, это вот примерно то же самое сейчас получается. Ну и самое страшное, конечно, вот, то, что я вам сейчас сказал, это не просто так, вот, то есть, это мои наблюдения, живя какое-то время не в России, я это все вижу, я это все анализирую, мне это все противно, вот, честно скажу, я не понимаю этой моды женской, которая сейчас вот пропагандируется в Европе, я еще раз говорю, все вот эти вот какие-то плащи одевают, какие-то непонятные волосы в зеленый цвет красят, мы там гринпис, там еще что-то, мы феминистки, и вот это вот самое, знаете, самое, наверное, странное, что даже многие швейцарцы коренные не могут понять, этот феминизм, чего добиваются женщины, то есть, здесь, в Европе, разрешены гомосексуальные браки, пожалуйста, мужчина с мужчиной живите, женитесь, женщина с женщиной живите, женитесь, все, вам уже дали права, хотите, усыновляйте детей, хотите, берите двух, трех детей, я считаю, ну, честно сказать, для меня это вот немного нонсенс, хотя, опять же, я людей не оскорбляю, как бы у каждого свой выбор, но для меня это дико, там, мужчина с мужчиной, когда усыновляют ребенка, то понятное дело, что еще один ребенок, как бы потерян для общества, но в моем плане, да, как бы, кто не согласен, можете ставить дизлайк, вот, и здесь у женщин все права, здесь государство на стороне женщин, здесь, там, женщины могут водить транспорт, могут метро водить, могут автобусы водить, все могут женщины делать, но все равно, вот феминизм, феминизм, мы, баба, женщины сильные, и знаете, что, вот я смотрю на людей, я же общаюсь с людьми, я вижу многие семьи, очень много семей, так вот, сходятся, расходятся, опять сходятся, расходятся, смотрю, одна пришла с одним партнером, потом уже другой, потом опять третий, потом четвертый, потому что у них нету, вот этого, знаете, что мужчина ради женщины, работает, там, ей что-то вот дают, какие-то блага, да, как-то ее поощряет, нет, я женщина, я заплачу за себя, я заплачу, а если ты заплатишь за меня, я буду тебя потом еще в суд на тебя подам, ты ущемляешь мои права, я хочу за тебя платить, вот такая вот, и знаете, здесь тенденция, и я хочу просто русским женщинам сказать, будьте до конца нежными, хорошими, красивыми, честными, ласковыми женщинами, мужчины очень любят, чтобы их тоже и ценили, и поддерживали, и любили, и они будут готовы все для вас сделать, а здесь, вот знаете, пытаются вот это все феминизм навязать, конечно, я понимаю женщин, которые хотят самоутвердить, ну как сказать, самореализоваться в жизни, то есть как бы быть сильной, быть там еще что-то, но это иногда очень часто является проблемой для семьи, да, вот например, в той же Швейцарии, папа работает, мама работает, все работают, ребенок весь день в саду, кто его воспитывает в саду, понимаете, я вот в сад ребенка привожу, разные же там тоже воспитатели есть, разных национальностей, разных взглядов, и иногда вот я смотрю на этого там паренька, который в саду там с моей дочкой играется, да, я думаю, блин, а вот чему он может ее научить, там, да, он сам еще не особо-то развит, кстати, в Швейцарии очень часто, очень даже ценится, что парни работали в детских садах, представляете, вот он моей девочке там меняет памперс, там, не знаю, ну, как-то для меня это тоже немного дико, то есть для меня это более такая женская профессия, да, вот, а здесь, наоборот, считается, вот, 30% из коллектива женского должно состоять мужчин, если вот там 9 женщин, то 3 должно быть мужчин, вот они там детей водят и все остальное, якобы мужскую энергию тоже детям преподают, но знаете, я с мужскую энергию сам могу своему ребенку преподавать, и, то есть я этого тоже не понимаю, да, вот мне это как бы не очень сильно нравится, что там какие-то дяденьки тоже моего ребенка там везде трогают, в общем, к чему я подвожу, к тексту, поле, 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 я же мала, поле, 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 так мала, как пройти по полю без огня, как пройти по полю, если ты одна, а ждать мне чьи-то рученьки ручки, а кто подаст мне рученьку девочку, испокон веков с ночи до утра, с ночи на ночь ждем мы корабля, ждем мы корабля, очень-очень, ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля, а что ждать, встала и пошла, То есть в этих словах, в этом тексте говорится о том, что вот все, мы что-то ждем, принц именно на белой коне, зачем же нам его ждать, да, надо самому брать, значит, волю в свои руки и идти, а то, значит, ничего не дождешься ты в жизни, потому что будешь постоянно одна. Каждая русская женщина обязана знать, ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену, и я ей говорю, вот готовят просто вот таких вот барышень, которые будут заходить, дайте мне булочку, я говорю, вот, у меня каждая вторая вот так вот заходит, бонжур, вот так вот, хотя, ну, нормальная женщина, как бы все, ну, вот, осмотришь, мужик, Каждая русская женщина обязана знать, ты достаточно сильна, чтобы проломить еще раз любую стену, шо там хорохорится, ой, красавица, ждешь своего юнца, ой, красавица, тебе уж за тридцать, алло, где же дети, ты в целом красива, но вот похудеть бы, на день подлиннее, на день покороче, расслабь из отца, делай то, что не хочешь, ты точно не хочешь, не хочешь, а надо, Послушайте, правда, мы с вами не стадо, ворону, вороны, прошу, отвалите, ну, говорится о том, что, да, мы не стадо, мы индивидуальность, что мы будем хорохориться, зачем своего юнца ждать, надо, значит, после тридцати уже поздно кого-то искать, Теперь зарубите себе на носу, я вас не виню, а себя я чертовски люблю, борются, борются, все по кругу борются, да не молятся, сын без отца, ночь без отца, на сломанной фэмили не сломать меня И тут, вот знаете, вот реально говорится о какой-то вот, сын без отца, ночь без отца, но сломанной фэмили не сломать меня, потому что идет какая-то отсылка, знаете, вот к этой вот, как бы, ну, трагедии семьи, которая сейчас происходит Но сломанной семье не сломать меня Каждая русская женщина обязана знать, ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену И еще раз Эй, русский женщин, ха-ха, давай голосуй за меня Ну, это, знаете, тоже какое-то вот, это она прям вот по-русски поет, вот эта вот, да, часть Эй, русские женщины со своим таджикским посылом, со своим акцентом Ну, какой-то стек тоже, какой-то, вот знаете То есть, она не поет, что я русская женщина, девчонки, голосуйте за меня, да, там, мои красавицы, мои русские, хорошие Эй, русские женщины, давай, короче, че за хер, голосуй, давай, да Ну, не знаю, как-то вот неприятно мне это слушать, что вот к моим женщинам, да, которых я люблю, к моим богиням К моим богиням вот так вот обращаются Эй, русские женщины, ты че, вы, какая-то, вот знаете, навязывание какое-то вот Ну, неприятное ощущение Да, ты достаточно сильна, достаточно сильна, не бойся, не бойся, не бойся И опять же, там, пример, перепев, что вот Все по кругу борются, да не молятся Опять же, ну, если, я не знаю, конечно, как в Таджикистане, но в России очень много православных людей И людей с другими религиями, и мусульмане, да, и другие религии, которые на территории Российской Федерации проживают, но они молятся И во многих до сих пор духовность сохранилась А здесь опять говорится, а, не надо молиться, там, да, вы все бездуховные То есть, понимаете, вот в чем, как бы, разница Сейчас я Сейчас просто хочу вот картинку найти, просто вот вам показать, да, это я просто вот первое, что вспомнил Вот, например, да, вот, Дарья Волосевич, мне нравится, да, вот, ну, то есть О образе русской красавицы я примерно вот так вот говорю, да, то, что вот Вот оно, как бы, этнический наряд Ну, как вам еще вот сказать, да, вот Ну, вот, вот я когда вижу, да, вот, какая женская красота вот должна, например, быть На сцене на Евровидении представлять мою Россию-матушку, да, вот Я хочу, чтобы вот такая, как бы, женщина, то есть, я представляю Можно многих красавиц русских найти, да, вот, такого плана, но вот Просто, чтобы вы понимали, о чем я говорю, когда, вот, я вам представляю, вот, ну, показываю Данную фотографию и вообще То есть, вот, как я это вижу, когда должна прийти русская женщина спеть Тем более, если решили петь на русском языке, то петь фольклор какой-нибудь красивый Такой, чтобы вот ты стояла, у тебя такая энергетика была И вообще, я еще раз говорю, там, Лейпс по наютам А Димаш Кудеберген, почему его не взяли на Евровидение от России? А почему не взяли Николу Емелина? Он бы там, как дал бы, знаете, вот этого жару бы, да, мужского Я ничего не имею против тех конкурсантов, которые участвовали Но Две Маши, я очень люблю эту группу Я очень люблю, они тоже меня вызывают восхищением То, что этот проект, он создался именно на базе интернета Это девчонки скурпулезно каждый день там шаг за шагом Какие-то песенки, репетиции выкладывали И обрели таким образом массу поклонников, массу людей И я с удовольствием иногда слушаю их песни, почему нет? То есть мне нравится их творчество Антон, который был, ну, он, наверное, немного бы в формат просто не вписался Опять же, не вписался, потому что он очень крут, понимаете? То есть есть крутой исполнитель со сложной техникой Со сложным внутренним устройством, да? А сейчас что нужно? Сейчас тыц-тыц-тыц-тыц, вот эти вот тыц-тыц нужно, понимаете? И фриковство Вот оно может быть... Опять же, мы с вами сейчас порассуждали Я вот эту вот, значит, отборочную версию Евровидения Пропустил через призму своего видения Европы в целом И то, что происходит в Европе И я вижу, как шаг за шагом в Россию это пытаются внедрить Навязать вот эти вот ценности Навязать вот эту культуру, феминизм И я не вижу, что это хорошо То есть я, как вы понимаете, Европа немного опережает Россию И я вижу, что это путь в никуда, вот то, что здесь происходит Вот честно сказать Я еще раз повторяю, наверное, не первый раз Многие говорят, вот, а что ж ты там сидишь в Швейцарии И рассуждаешь о России Знаете, друзья, я уже не раз говорю И я не, как сказать, никогда не стесняюсь этого Я говорю всегда, что я исконно русский человек Я очень люблю свою страну Очень люблю Россию И я не хочу, чтобы мой ребенок учился здесь Поэтому я вот в ближайшие годы все равно предпринимаю все усилия, чтобы жить в другом месте Но не в Европе Потому что я считаю, что Европа, она не приведет моего ребенка К тому уровню воспитания К которому может привести Россия Понимаете? К той энергетике, к той силе Человеческой, духовной Потому что в Европе, к сожалению, этого нет Я говорю, у меня здесь просто есть некие обязательства По выплате кредитов И потому что я в свое время попал Вот с этим, можно сказать, бизнесом Рассчитывал на одно А получилось другое Ну и так получилось, да, ребенок родился Да, вот сейчас уже садик Но вот чем дальше Я вижу просто, как она уже себя ведет Как она уже после садика приходит И она понимает, что ей все можно Что это А я ее раз в угол Я ее раз, знаете И она все, уже потом нормальная Потом опять вот два дня я с ней не позанимаюсь Опять приходит Ругается, кусается Еще что-то А ну-ка быстренько постой Это что такое? Все, раз, раз, раз И многие сейчас скажут Нет, как же ты так можешь? Ты не смеешь так воспитывать ребенка? Меня так воспитывали? Если что не так, под затыльникой в угол Если что не так За ухо И куда-нибудь Подметать двор У бабушки, например Если я там провинился в чем-то И вы знаете Я плохим человеком Вот этого не стал И вы знаете Уважение к родителям Я от этого не потерял У нас не было в детстве Вот такого, что Меня побила мама Я пойду в полицию Заявлю Раз ремня получил Постоял в углу Пошел еще поработал Значит Наказание там Картошку копать пошел Например Помогать бабушке Еще я там за гусями За утями убрал Там за свинями За поросями За кролями Почистил какашки Там все И вот это вот воспитание А как воспитывают здесь Ой, что тебе Это Что тебе Это Не-не-не-не Ой, ну не плачь Пожалуйста Ну вот тебе булочка Не, не хочу Я не Ну на другую булочку Ну давайте еще Вот эту булочку И вот эту Он орет все равно Я так смотрю На эту мамашу Думаю Ну и кто из этого вырастет Вот это вот Унылое говно А многие люди заходят Они как унылое говно Знаете до сих пор Обижаются Что-то Заходит В булочную Мужчина Которому уже за 50 И заходит женщина Вслед за ним И пока мужчина стоит Выбирает Он не может определиться Что купить Женщина подходит И говорит Дайте мне пожалуйста Тут хлеб Он ее одергивает А что это вы раньше меня Я первый тут стою Говорю Мужчина Ну вы пока стоите Я говорю А женщины Могу хлебушек отпустить Нет Почему я должен Ее пропускать Ну понимаете Вот это вот равенство Неужели женщины Вы хотите Чтобы красиво Так вот было Да блин Русский мужик сказал Да девушка Пожалуйста Там я постаю Ну вот Это нормально Ну я считаю А здесь Нет И он ее отодвигает Прям в полном смысле Она такая Ну ладно Ладно Мужчина Ладно И он Ну дайте мне Вот это Вот это Я ему потом говорю Ну прям Вот джентльмен Прям нормально Ну а что Она же раньше Меня пришла И вот так вот Каждый день Я такие вещи Наблюдаю Или женщина Например Заходит А потом мужчина Заходит А мужчина Там давайте Ну давайте Хорошо То есть Нет бы сказать Я вас пропускаю Женщина Не Я вот вам хочу Просто сказать Что в этом Ничего хорошего Нет Это Это вот Равенство Понимаете Равенство Оно должно быть Но с уважением Женщину нужно Уважать все равно В любом плане И я говорю А когда на всех Женщина Вот эти вот Робы наденут И вот эти вот Платки На голову Повяжут Все Это будет просто Путь В никуда Друзья Ну что Я думаю Что сегодняшнее видео Вам понравилось Поставьте пожалуйста Лайк Поделитесь данным Видео В соцсетях Пускай люди тоже Узнают правду Мне конечно Будет интересно Почитать ваше мнение Что вы думаете По поводу Данной певицы Данной композиции Еще раз повторяю В телеграме Послушайте ее песенку В моем телеграме Вот по ссылочке Перейдете Я не знаю Куда мы катимся И еще раз Хочу посоветовать Просто милым женщинам Знаете Вот сегодня Ну после этого Просмотра видео Просто вот возьмите И сделайте Что-нибудь Приятному Своему мужу Там оденьтесь Как-нибудь Как вы давно Уже не одевались Или Ну какую-нибудь Вкусняшку Приготовите Он такой будет Радостный Реально Девчат Я вот просто Сам это все Вот Как сказать Понимаю Да И Иногда этого Очень не хватает Действительно Просто вот этой Вот Знаете Женской Любви Ласки Вот такой прям Вот Энергию Но Что поделать Такова жизнь Так что друзья Всем хорошего дня Хорошего настроения И Берегите себя Может быть Вообще Это какой-то Был фейковый Вброс Потому что Я до сих пор Не могу поверить Что Вот Это творчество Могли пропустить На Евровидении Представлять Россию На таком Серьезном Конкурсе Учитывая Сколько У нас Прекрасных Исполнителей Вот уже Будда Гришна Перечислял Там что И Романахфоти Можно поехать Есть Прекрасные Выходцы Из Голоса Куда Они все Деваются Зачем Эти все Фейковые Ток-шоу Делать Для рейтинга Если Вы потом Ничего не делаете С этим Алмазом Понимаете Вот шоу-голос Это некий Такой бриллиант То есть Туда вот Собираются Бриллианты Настоящие Самые Лучшие 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 Из России И вот эти Бриллианты Нужно потом Огранить Чтобы эти Бриллианты Сияли На нашей Русской эстраде А у нас Сияет Я купил Кадиллакс Ел деда И так далее Вы понимаете А надо Работать С тем Что получается А у нас Как Вот просто Вот опять Знаете Получается Какая-то Некая Такая Может быть Русская Авось Или как Это правильно Называется Что имеем Не ценим Да Что Есть Не делаем С этим Дальше Ничего Вот Имеете Вот Классный Продукт Вы имеете Продукт Исполнителя Димаша Кудбергена Да И почему Он В Азии И в Америке Звезда Почему Его в России Нету Почему А почему Потому что Он придет И все другие Уже не нужны Будут Понимаете Потому что Остальные Выходят А этот Выходит И пошел 18 октав Да Это просто Уникальный Случай Но вот Зато Он во всем Мире известен Зато В России Даже мало Кто знает Кто такой А девочка Была Как-то Диана Зовут Или как-то Так Когда она Таким Голосом Французскую Песню Поет Я первый Раз Недавно Услышал Думаю Какая Классная Диана Как она Классна На французском Таким Голосом Прям Знаете Вот Слушаешь И Вот Такую Вибрация Тело Начинает Просто Вибрировать Диана Акудинова Или как Она Называется Сейчас Я скажу Диана Сейчас Сейчас Так Диана Акудинова Вот Пожалуйста Возьмите Посмотрите Ее Как она Вот это Поет Дерниер Данс Песня Вообще Жалко Я конечно Не могу Здесь Все это Выставлять На ютубе А тут сразу Авторские права Ну как Вот Диана Акудинова Дерниер Данс Послушайте Вообще Вот Сидишь Так Вот Вот Какие люди Должны Выступать На Евровидении Как я Это считаю Друзья Но опять же Никого Не хочу Обидеть Этим Видеем Не хочу Никого Ни к чему Призывать Просто Я высказываю Свою точку Зрения И я говорю Просто Я Мне есть Возможность Немного Чуть-чуть Заранее Видеть Это Понимаете Поэтому Я считаю Что Моя Просто Некая Такая Может быть Миссия Да Или как Это называется Моя Такая Небольшая Может быть Цель Как-то Помочь Женщинам Я Так Реально Хочу Приехать В Россию Весной Чтобы Просто Насладиться Визуально Красотой Русских Женщин Которых Я так Люблю Опять же Не подумайте Когда я говорю Русские Не национальности А именно Славяне Советский Союз Это Все Вы поняли Что Я имею Ввиду Вот Друзья Так что Всем хорошего дня Настроения И еще раз Всем удачки Пока Пока И на связи Субтитры